доброго времени суток с вами texor ну и давайте валить лидера роя до хрена всякого поэтому прием все далековато черт возьми с европы давайте африка австралия россия эти ждут ну издалека уже ракеты зарядил молодчина а кто первым людей получат вот это и получит так 2 за и улетать ему след еще полетит но я думаю еще одну одну звездю ли на она выйдет половина до лидер роя уничтожен и ничего не осталось так что спокойно мотаем дальше все у нас один день не пошел отлично еще улица нацепали а теперь мне очень интересно строят по хрену метод строят я опять забыл включить строй к сожалению не могу задать много самолетов место ждем так снова судно снабжение иностранцев лети прилетела но на этот раз на халяву так прилетел в африку что у нас по африке отработает по африке отработает у нас европа и собственно африка но еще наверное азия кенгуру интересное направление давайте с нашей базы вызове ребятишек так вот тебя надо назад будет ну это гром его броня вроде получше да не очень хорошо с броней огром вали оттуда пусть а другие время честно он за них прилетит просто грома завершена то время черт возьми так а мне его надо снабдить и отправить 7 грамм пушит вы здорово клаф прайм говорится так ладно пусковой он на щит на почему пушки от ячискать не знаю под назначение авианосица гром 7 пошел молодцом я не знаю чего пушка кто он с пушками богат признавайтесь это считаем богат и пиками странно щиты россии иди сюда да и пик послать ушло что-то еще россия да этот нет авик 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 авика производства но не упускал снова пик давайте тоже россию а возникает вопрос а че у нас нихрена нету то приостановлено долга значит техник фигачте техники так первая моя база делаем ворону делаем И персональные щиты делаем. Немного осталось. Давайте снимем и жахнем. О, как тем мало осталось. Да, хорошо, день остался. Жахнем по пушкам. Ну, реально, не успевают. Вот так. Так, и вернемся к нашим бяшкам. Фигачьте его. Половина. Что-то мало. Ну, там же не все долетели. Гуру не долетели. Азиат не долетели. Не, он не дотянет. Если тянет к базе, он не дотянет. Так, поперли. Поперли, говорю. Он самолет как-то рассаживает. Очень странно. Наверное, завершено перейти на базу. Дать, наружать. Завяносится. А нам нечем. Хорошо. А тут. Пушек нет. И... А производство... Короче, я отправляю. Я в производство забываю его поставить. А, окей. А, впереди производство. Персональный щит завершен. Ворона, черт с ней. А вот тут надо было бы. Тут все, в принципе, хорошо. Щиты. Броньки. Тундру потом надо будет сделать. Так, поперли. Ледяная тварь. Интересно, это не ледяной ужас? Может, знали, что ледяные монстры служат ледяным королевам. Однажды монстры восстали против своих правителей, но не добились успеха. И в конечном итоге потерпели поражение. После восстания монстры подвергаются биомеханической операции, когда они созревают, когда их запястья удаляются и заменяются кривого гранатометом. А на поле, кстати, меня ни разу не выстрелила эта скотина. Со своими гранатометами ледяные монстры больше не могут управлять кораблем или выполнять точную механику, да и жопу себя тоже вытереть не могут. Они стали полностью зависимы из своих правителей. Обычно они размещаются на открытых площадках, а также в городах, для поддержки атакующих юнитов с помощью кривого граната. Они частично защищены от снарядов и пули, отлично приспособлены к отрицательным температурам и уязвимы для огня. Какая-то хреновина их была, огненными гранатами кидались, вот то же самое, только, блин, криво. Ладно, криво граната, ядовитая иена. Я ядовитую сначала. Потому что криво граната, так сейчас непонятно. А главное, понятно, что она мне не нужна. Так, поперли. Броня обороны готова, прекрасно. А что мне, вот сюда в снабжение надо зайти, да, наверное, чтобы с вороной разобраться. Давайте посмотрим. Оборона. ТЫЦ. ТЫЦ. Вот так. Мы стали резко бронировать, наверное. Ну, не жалко. Нехай будет. Так. Фотон и окушко завершено. Прекрасно, прекрасно. Так, база у нас будет. Авианосец для сначала. Мы туда передадим одну. Хорошо. Следующая будет база Россия. Так, передадим две пушки. Хорошо. Поперли. Гром завершен. Отлично. Давайте мы его чем-нибудь снабдим. Пушек нет. Мы продолжим, пока будут пушки. На, окей. Перейдем на базу. Пушки есть. Теперь снабжаем. Отлично. Восьмой гром. Восьмого грома я передаю на авианосец, опять же. А это правильно? Авианосец? Ну, как сказать. Неправильно. Ну, то есть, можно, но неправильно. А, давайте передавать его сюда. Тем более, тут почему-то нет одного самолета. А, ну, тут двое должно быть. Я вот, когда перестраиваю, когда меняю. Хорошо. Передаем. Гром восемь. Основная база. Тыц. Отправили. Теперь строительство очередного грома. Все. У меня пошло снабжение просто всего и вся. Сейчас будут продаваться самолеты. Будет все это передаваться. Все. Прекрасно. А впереди на базу. Стоят. Молодцы. Разоружаем орла. Нет оружия. Нет щита. Я не буду его продавать с снаряжением, потому что, ну, ракеты-то понятно не нужны. А вот остальное, как бы пригодилось, да. Давай, золотой орел, продавайся. Ну вот, сейчас мы как-то будем уже менять на деньги. Это все. То есть, оно будет не на халяву уходить. Прекрасно. Передать. Я думаю... Так, Россия, Россия, Россия. Кушку и щит. А огненную стрелу продаем нахрен. Она мне не нужна. А где она здесь была? Давай, пошла. Это уже следующая, что ли? А, жала, это покупная, самая первая. Ну ладно. Гром завершен снова. Я даже как-то в шоке от всего этого. Так, тебе нужно пусковую. Пошел. Ну и все, собственно. Так, пошли смотреть, на что мы его меняем. А мы можем прям тут его поменять. Так. Сменить на нет оружие. Сменить на нет оружие. Как не знаю, зря я меняю. Я, наверное, могу с ракетами его продавать, да? Так, это пятый орел. Гром перевооружается, между прочим. Забавно. Ладно. Пятый орел. Продаем. И продаем стрелу. Ну как-то, не знаю. Вот так вот, да? Перейти на базу. Передача предметов завершена. Гром остался тут. И мне нужно крафтить, жаж. Я опять тормознулся в этом плане, да? Так. Так. Огненная стрела. Это не очень хорошо. Хорошо. Да, но тут пик нет. Ладно. Тело тут тогда. Ухи. А перевооружение сколько-то времени занимает в итоге, да? Так. Передать. Надо на базу. На основную базу. Передать одну пусковую столу пика. Как-то, мне кажется, так все было. Так. Крафт, 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 крафт. И понеслось. Начиная со своей базы, мы постепенно переворожим все. Так. Тут. Вот этого. Пика. И продажа пики. Ой, не пики, как она там. Угненные стрелы. Ну, вот как-то так. Что мы имеем? На этой базе все хорошо. Идет перевооружение здесь. Ну, а они как-то по одной на базу приходится, да? Я уже по одной заслал. Ну, тут вот. Две надо. Тут две. Тут одну. Ну, счастье близко. Ядовитые гены. Ультра-бронебойные боеприпасы. Вот давно пора. Зеленая тварь. Ядовитые гены. Это инопланетные атакующие юниты. Которые, похоже, используются исключительно за своих ядовитых способностей. Обычно они размещаются в районах высокой плодности населения и ограниченные возможности для побега. Например, на круизных лайнерах и вокзалах. Блин, нет круизных лайнеров. Лень попадал на эту карту. В Экскоме вообще было. По мере возрастления юного гена Ян-Нома, ему предстоит жестокая и болезненная биомеханическая операция. Отростки его предплечья удаляются и заменяются мощными форсунками для распыления агрессивного газа, питаемого резервуаром химическим, хирургически прикрепленным к его задней стороне. Ну, к спине, вернее. Если правильно сказать. Диапазон распыляющих газ форсунок населения невелик, однако их коррозионная способность огромна. Гены превосходны в ближнем бою и лучший способ сражаться с ними на расстоянии с помощью зажигательных или кривых боеприпасов. Ну, логично. Ультра бронебоевый боеприпас. Да, 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 да. Обязательно. И, по-моему, я все исследовал. Меня что-то говорили за ледяных ужасов. Ну, не знаю. Очередной игром завершен. Тут даже черт его знает. Ну, тут есть что заменять. Орел-3. Давай. Сменить на ничего. Ракеты сменить на ничего. Щит сменить на ничего. Орел-3 продать. Орел-3. Продумать. Так, тут. Хром. Ну, собственно, только пики уходят в количестве. А в остальном все хорошо. Так. Производство. Не забывать. И, видите, с заменами даже вообще по деньгам просто красота идет. Хорошо. И давайте на авике посмотрим, что у нас вообще с производством пиков. Эммм. Ничего хорошего, да? Что со снаряжением? Норм. Ухи нет. Вот так. 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 Отлично. Давайте что-то, Судка Иванович, отправим. А именно в Россию. А еще мы что-то продадим. А нам ничего не продадим. Отлично. Значит, что-то произведем. Угу. Два дня. Пятерик, наверное, да? Ну, по деньгам, кстати, вот уже близко немножко к кризису. Ну, 10 августа. Передача завершена. Отлично. Там ничего не нужно. Очередной гром готов. Очередный гром – это очередная суда же, да? Да, очередная суда же. Очередной приход денег. Есть. Продолжение. Скоро руку набью, не переживаем. Скоро все будет хорошо. Продолжение следует. Продолжение следует. В ответ на улучшение больших лицевих броней были введены в обращение боеприпасы сверхпробивные. Сверхпробивные снаряды не более, чем противотанковые снаряды, уменьшенные до размеров 70-62 на 51 мм. Используем в АК-1. У меня так этот автомат будет на века. Для атаки бронированных целей. Снаряд состоит из гильзы и пули, стоящей из оболочки. Ее сердечно сделано из обединенного урана. Подкалиберный снаряд в окруженном оболочке, обеспечивающий правильное расположение в стволе. Как только пуля выпущена, оболочка распадается вскоре после выхода из ствола. Сверхпробивной снаряд сохраняет скорость лучше, чем цельный. Для донного калибра эти боеприпасы позволяют удвоить пробивную мощь по сравнению с стартовым бронебойным снарядом. Окей. И Пегас Транспорт. Я хочу новый транспорт. Вот так вот как-то. Ну и что ж, и кидаем сразу производство. То есть нам нужно сверхпробивные. Да хрена. Полста как минимум. Да еще полста, сотню. У меня лучше тоже не будет. Вот так. Офигеть. И снова гром завершен. Смотрите, как оно летит просто. Так. Хорошо. Но мне Россия нужна. Тут все. Сюда. Австралия. Я понял. Австралия, Австралия, Австралия. Раздружаем. Орел. Пусто. 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 Так. У этого грома чего? У него огненная стрела. Надо сюда послать будет еще. Хорошо. Это мы продаем. Это мы продаем. Так. База Россия. Переправка. А гром 12, если не ошибаюсь. Так. Австралия. Дегром 12. И пусковую. Блин, пусковых мало. Ладно. Оп. Стоять. Перейти на базу. Я в крафт не поставил, как всегда. Так. Вавлу. Ну, что-то как-то не очень. Полтора ляма. Я что-то вниз упал. Австралия. Опаньки. А вот этот гром-то с фигней. Ладно. Прекрасно. Теперь у нас вот эта вот штука. И тут пересылка. Может быть, нефигачит. Австралия. Тут. Тут орел на замену. Ну, ладно. Так ты же делаешь? Да, он делает. Изо всех сил делает. Ну, как-то мало у нас, да? Самолетов мало. Тяжелый инопланетный крейсер. Австралия у нас с фигней. Ну, ладно. Южно-Американский альянс пошел. Что-то еще Африка может. Африку я еще не переворожал. Смотрите, у меня сегодня война на глобальной карте везде. Интересно. Европа. Этот, этот. Четыре... Да хватит с ним четырех штук-то, в конце концов. Конечно, не стал маленький товарищ. Хорошо, давайте я еще пошлю, допустим, европейцев. Ну, уже тут несколько граммов. Так, разведчики поперли. Полярная лига сейчас ему вломит. Один. И вот там Российская Федерация. Думаю, я самолетами... Ему выше головы. Ох ты ты, он под базу подставился. Молодец. Так, российские ВВС решили по своей инициативе вломить еще этому разведчику. Так, ты тут что делаешь? Азиатский синдикат. Ну-ка, вломи ему. Азия. И... Селитуре России. Давайте еще один. Там база по нему отметится сейчас. Прекрасно. Мне кажется, что к Австралии ломится. Вот, не кажется? Догнать не могут, да? Да смотри. Догоняйте, догоняйте. Передача, да, хорошо. Хорошо. Так. И тут... Продаем нафиг. Погодите, а кенгуру же у меня летают за кем-то, нет? Австралия. Ну да. Элитарят. Стоят. Все, снесли. Что из-за этого интересного? Ну, не так, что интересно, но вот этому африканцу можно слетать. Поехали, что? Что просто сидеть-то? Так, ребята. Так, ребята. И вот тут начинается... Погодите. Вот так. Перевооружение. Люблю это слово. И люблю это дело. Так. Мне кажется, у нас свои базуки уже не актуальны. Так. С генераторами все хорошо должно быть, да? Да. Основное оружие, елки. Все, всю игру проходит. Ну, нет желания менять на бластеры. На бластеры. Я вот, кстати, не знаю. Возможно, разработчики мечтали, что игроки будут пользоваться бластерами. Ну, типа, захватили, вау, трофейное оружие. Сами производить не можем, но пользуемся. В XCOM'е такое? Да, такое было. Там было даже очень-то смешного доходило. Если не исследована была обойма, то можно было убрать этот бластер. Стрелять из него, сколько вот хватает обойма, а перезарядить нет. Десять тел. А я вроде ничего не забыл. Я же ничего не забыл. Я забыл генераторы, да. Генератор. Генератор. Огребли все по первое число. Вот и без генераторов. Так, запуск. Ну, как-то, знаете, враги даже как-то подсдулись. Судо снабжения устранцев. Здравствуй, жопа, Новый год. Так, а что поперли? Так, основная база, участвуешь. Авиак не долетит, хотя у него очень хорошо. Арктика, да. Северная Америка, давай участвуй. Азиаты обязательно, Европа, да. Африка, ты первая. Кенгуру, ты тоже. Ну и Россия, чем может. Все, все. Мне кажется, это последнее что-то вылетело вообще. Нет, не последнее. Ох, ты ж, елки. Посмотрите на эту свалку. Так, ты отстреливаешься. Авик. Погодите. Вот это у кого-нибудь атакует? Даже не знаю, кто кого сейчас бьет. Так, стоять. Все очень странно. Так, кто у нас не задействовал? Авик. А-а-а, о как. Давай сюда. Кстати, мог туда. А ты сваливай. Еще разведчик? Да вы задрали. Так, пипец, какой-то творится. Вот это массовый налет, да? Ну ладно. Так. Ты уходи. Ты уходи. Что у нас осталось? Австралия и Россия по одному. Давай вместе вот на это. Так. Ну, постепенно кончаются. Я помню, все это очень странно. Транспорт прибыл на миссию. Начать миссию? А-а-а. Я даже не знаю. Ну, начать, наверное. Вот этот трешак. Вот этот трешак. Вот этот они выперлись. Ну ладно, что, поперли. Сейчас заценим. Так, это край, да? Нет, тут не край. Край далеко. Тут край, тут край. Ну все. Все понятно. Опаньки. Так. Стой тут. Стой пока тут. Так, ну вот это он может. Я просто пока не знаю, что-то куда. За кем? Лысый. Так, что там у нас? Там у нас непонятная фигня, да. Так, летучка. Нет, летучка. Понятно. Когда же ты вкачаешь себе сил? Так. Пошел. Это здоров, как танк. Я ему тогда вкачал. Вот этот миномет когда. Сила 80. Тут просто вообще улет. Так. Побегаем. Расходимся. Синенькие. Все цвета. Все цвета радуги. Так, вперед. Ну кто-то из этого встреляет. Кого встретим, не знаю. Мне вообще обещали аж на... А, ну это огня, который боятся. На каких-то кораблях там, следующих более продвинутых. Аж по два командора. Не то, чтобы я это хотел. Отлично. Так мы и будем делать. Так, тут никого нет. Дальше. Ну что, втягиваемся. Недостаточно и нет времени. А на что достаточно? Так. А, все. Понял. Ну как-то так. Что мне не взорвалось, когда я подойду. Так, включилась-включилась. Молодцом. И подтягиваемся. Тут все сюда. Даже ракетчица. Так, врага пока одного видел только. Наверняка еще что-то будет. Но корабль тут небольшой. Так. Даже не знаю, откуда лучше зайти. Так. Прям вот хрен знает. Так. Ты давай, наверное, сюда. Мало ли что-то пытается проскочить. Так, ты тут. Он вообще, он мало того, что летучий, он еще вот тут, где-то наверху сидел, по-моему. Так, ты. Ты давай у нас будешь по всем стрелять. Ага. А они хоть не прятаться за самолетами. Это опасно. Говорят. Так. Летучка. Тут все. Ну что. Полетели. Минамичка сидит. Опа. Здрасте. Так. Тридцатничек. Давай на тридцатничек. Вот. Тебя и высветило. На пятнарях ничего нет. На пятнарях могу присесть. Так. Как бы мне тебя увидеть, товарищ? Не вижу. Не вижу. Тоже не вижу. Но ты же пошевелишься. Ты же не можешь не пошевелиться. Ну как-то так. Ракетчик. Оп. Вот так вот. Между огнями. И туда. А я ведь могу жахнуть. А в принципе, что нет? Лови. Так. 48. 27. Лови. Ну. Промахнулся. Бывает. Но напугал. А вот это что за срака тут стреляет? Корабль? Вот. Вот мне не нравится. Новый бластер провод завелся. Это вот мы выпилим. А вот. Фиолетовая фигня мне очень не понравилась. Похоже на корабль. Пушка. Корабель. А, сидит, 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 зараза. Сейчас я тебя туда заряжу. Так. Нормально. Стой тут. Заходим. Тут можно даже, наверное, не заходить. Ну что ж. Бронебойный. Поперли. Ох ты, сколько у вас там. Звук другой. Звук вообще другой. Выстрел какой-то. Прям шуршащий. Вот тут. Вот это прям вот. Я даже знаю для кого это. Жах. Жах. Что-то там дофига всего полегло, мне кажется. Так. Ну тут так тихо-тихо прокрадывается в сторону ангаров. Давай метка. Сдохла. Прекрасно. Ну тут должен огонь кончиться, чтобы я мог ходить. Единственное, что ракетчица что-нибудь зарядит. Сжиганное пойдет. Что-нибудь нехорошее. Как себе зарядит. Ну что? Ммм. Еще ходят. Молодцы. Я сейчас в ангаршу зайду. Нет, смотрите. Пушка не успокаивается. Это же не Алия. Кому-то 22 там прилетело. Надо человека спасать. 22 крита. Вот. Щит кончился и все такое. И кританутый он. Уходил оттуда. Так. У тебя наверняка есть чем... Ага. Нашел к кому обратиться. О, блин. Друг, стоить. У тебя что? У тебя есть. Так. Нападение на этом участке захлебнулось. Мы лечимся. Немножко суетное занятие такое. Ну ладно, потом. Главное крит я ему убрал. Это основное. Так. Эти стоят. Эти тоже. Не сильно бегут. Так. Кто у нас? А, ну это понятно. Этого-то мы сейчас выпилим. Так. Лыс. Сюда. Оп. Кого увидел? Пушку увидел. Конечно же. Кого же еще? И посмотрим сейчас, что у нас бронированные патроны сделают. Противоброневые. 48. Не очень большой там. Но по пушке раньше хорошо прилетало. Хороший чпок. Мне нравится. Так. Ты. Можешь ли ты попасть в этот самолет? Не можешь. Значит, ты можешь войти. Э. Тосвинство. Чего я плохого сделал? Давай вот так. Пищу. Держится. Ну это понятно. Бабах. Так. Тоже хорошо. Тут. Здоровье у него тоже подшатнулось немножко. Ну ладно. И тут. Ракетчица. Нападает. Тут еще просто в корабле сидит. А. Такой же обычный. Угу. Ох ты. А вот это все. Это хрень. Это командор. Да? С морозявкой ты. Окей. Сейчас мы вам устроим. Похохотать. Лови. Лови. Командор-то мне, наверное, пригодится. Лед как-то смешно против командора. Ну ладно. Будем сидеть тут. Я не буду лезть. Потому что у меня... Не такие хорошие. Не такой хороший скафандр. Так. Этим я вообще отойду. Так. Морозявкин. Вперед. Так. У меня есть чем поприветствовать товарища? Ну думаю началось. Я не могу поюзать. Инвентарь. Хорошо. Ждем. Но я не думаю, что это командор ходит. Там, в принципе, пушки еще есть. Вот когда я не могу поюзать инвентарь тут. Дело пахнет с багами уже игры. А вот я поюзал инвентарь. Отлично. Мой ход, да. Дрын у меня в руку. Ну че? А че остановился-то? Где мой злейший враг? Да, и еще тут. Я че подзабыл. А вот оно. Не впадает, да. Хорошо. Повторим. Ну и пофигу. 14. Ладно. Так, вот этот к нему шел. На стерна. Привет. Сдохнет? Я думаю должен. Ну, броневольные снаряды вещь. Что не говорим. Так. Да, единичка ждем. Как-то там командор внутри поживает. Сейчас войдут, а там никогда не командор. Там какая-то жопа сидит. Ну, тут такое. Мне было найти. У меня, конечно, дело на втором этаже, но я не уверен. Ну, тут нету. Где у нас лифт? Не видно. Большой корабль-то. Опа. Привет тебе. Но это не командор. Не на линии огня. Я подойду. А я еще подойду. Не, это не командор. Определенно не командор. 42. Ай, бронебойный классный. Командор. Да что, кто знает, да? Светится вроде неактивно. Давай. Сразу прям. Уложил. Тут прям, пневматический прям. Щелк, щелк. Кто-то двигался. Пойдем смотреть. Я лифт по-прежнему не вижу. Но это понятно. Командоры-то они... А, вот. Командоры-то летают. Шурк, шурк, шурк. Командор. Я иду искать. Вот он. Угу. Конечно. Еще одно тут ходит. А вот это плохо, да? Ладно, поглощен. Вот там еще один. Ёлки. Да, вас тут. 8. Отлично. Так. Пока убираем. Надо с этими ребятками поговорить. Лови. Отлично. И очередь. Ай, ты ж. Не нагорите, да? 15. 15. Держи. Надо просто чередями их косить. А здоровьишки немного, кстати. Ну че, ждем. Будет обидно, если его выпилят. Ох ты. Все. Оно решил разозлиться. Так, че у нас тут. Ну, этот. Вообще не канает. А вот этот вот может. Ну, правда, он, по идее, должен озаботься уйти из огня. Не, он не хочет забачиваться уходить из огня. Но он промахивает. Все поглощают урон. И 11, он 45. Вот этот он огреб. А все плохо. Ой, да сколько у вас там. Он вообще без этого. Без здоровья. Так. Надо прям вот. И он пережил это. Оооо, мне хана. Я очень потеряю. А я его потеряю. Так. Давай. Лечи. Готовим второго. Туда же. Так. Отлично. Скажу больше. Вот так. Так. У тебя все есть? У тебя все есть. Выключай. И пошел. И вот тут будет еще одна тщетная попытка спасти. Но нет, тут угол здания. Я не попаду. Не на линии. Оттуда по прямой как-то. Ок. Ждем. Ничего больше предложить не могу. У него крит еще. Точно упадет. А, тут еще пушка стреляет. Ладно. Пушка довольно красная. Но у меня там они догорели. Они не догорят. Чпок. Свой бластер знаешь куда засунешь? Успеет держать, чтобы его спасти. Я надеюсь, что да. Косы и обладатели бластеров. Вот он где. Лови, козел. Ну, одного кста правого убил. Нет, я не знаю, мне хорошо. Так. Давай снайперски. Я думаю, он этого не переживет. Он это пережил. Вот зараза. Ну что, двух кста правов сложили. Чувак просто бегом. Спасать поца. За тобой бегом, собственно, спасатель этого типа. А, все. Ну, сейчас по ночи пушка стреляется. Опрометим. У нас было с вышки вверх носить. Ну ладно. Вот он. Сам пришел. Молодец. О, это как отлично. Молодца. Вот так хорошо начиналось, да? И тут такая вот хрена. Угу. Обломись. Крил гранату. Залобу, которую можешь деть. Паникуешь? Молодец. Паникуй. Так. А, он летает. Вот собака. Ну, я честно хотел тебя здесь в плен. Так, хорошо. Ты. Тебя. Так. В общем, один из вас его уже оттоварили этого типа. Так. Ладно, убегаем и прячемся. Нефть тут сидеть. Ой, этого можем и потерять. Не туда куда сбегу. Так, если вдуматься-то. И пушек я, пожалуй, что и не вижу. Ну, только оттуда. В направлении пушки. Это называется. В пустую. Ладно, ждем. Надо было под ним встать и вверх потыть. По-моему, мне можно так. А может быть и нет. Ах, ты ж спину пролетел. На земле. Ай. О, мой ход отлично. Так. Где он стыкатель? Привет, чувак. Я знаю, тебе надо одним растхнуть и все. И ты сложишься. А, нет, нет. Недостаточно из времени. Круто. А, ладно. Так, ты пробежишь? Черта с два она пробежит. Я хочу добежать, вылечить. Но нет. Ведь никак. Ох ты ж. Ты кто? Пушка. Пушка. 47. Ну, нормально. Давай, третий раз. Чепок. Отлично. Только не в нее, блин, стрелять. У нее так же без щита. А, ну щита она отдала. На два игра. На два. Здорово. Так, раненые есть. Захвачен кастопору. Не знаю, что случилось, но я его захватил. Я его не парализовываю. Оно само. И тут такая лютая вообще фигня. Все. Я всех победил. Не знаю, как это сделал, но я их победил. Корабли разлетаются по норам. В принципе, из этого всего что-то можно тоже собрать. Потому что я их сбил вот только что. Как пройдет день, допустим, в Африку. Чаровница 89. Мне осталось, что одного командора найти. Как только пройдет день в Африку, можно снова вылетать. Давайте до этого домотаем. Прилосугром, естественно, завершено. Естественно, надо его чем-нибудь снабжать. Погодите. Тут все хорошо. Тут все офигительно. Тут. Да? Тут. Вот он. Давайте снимаем. С него все. Отлично. Продаем. Так. Это что у нас? Орел 14. Вот выбор. Небольшой, на самом деле. Орел 14 пусковой он. Отлично. И, соответственно, отсюда отправляем. Отправляем гром. Так. Погодите. Что это было? Что это было за страна? Это была Африка. И отсюда отправляем в помощь Африке, соответственно. Африка, 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 Африка. Гром 13. Пушка эта есть, вот пусковую. Там все в одно соберут. А сами строят следующий гром. Деньги есть, деньги есть. Ну, ВВС у меня прям очень быстро перевооружается. Так, солнышко дотянулось до суда. Значит, с чего? Значит, можешь снова на перехват. Это вот этот. А это вот этот. Ну, в здоровом сидит командор. В нездоровом сидит мне командор. Но я все-таки пойду к не командору. Хотя, там тоже командор. 240-какой НЛО. Куда повезет? Так. Ну что ж. Новые снаряды показали себя хорошо. Меня вполне устраивает. Так. Щиты у всех. Никто не прокачался. Больница аж двое. Поэтому тебя мы берем. Чем вооружена? Фигней вооружена. Патроны. Где мохнатые патроны? Вот они. Так и называются. Мохнатые патроны. У тебя. Понятно. Сила такая. Труди. Митскинс. Хоп. Так. Это Труди. Она ракетчится. Так. Тоже еще новый человек у нас. Еще патроны не снабжены правильными. И без генератора одна. Ну, как-то так. Вас 10-ра? Да. Вас 10-ра. Пошел. 20 минут. На вылет. Всех не соберу. Да. Но кого-то одного могу. Вот так. Ну что ж. На этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.